Здравствуйте, друзья! Пришло мне с почты извещение о том, что мне пришла посылочка из Китая. Вернее, она пришла почему-то из Финляндии. Заказывал я товар в Китае, а прислали мне его из Финляндии. И решил я вот в такую прекрасную солнечную Владивостокскую июньскую погоду прогуляться до почты и получить эту посылку. Немного внешнего мира в моих видео, а то все в четырех стенах, в лаборатории или в мастерской или в студии. Погода, конечно, не совсем для прогулок, но ничего не поделаешь здесь. Вот такое у нас начало лета. Ну и пока я шагаю по вот такому жидкому асфальту, я немного расскажу о том, что же я иду получать, что за посылка мне пришла. А заказывал я, друзья, маленький 7-дюймовый HDMI монитор. Небольшого размера дисплей, который можно подключить к вашей видеокамере или к фотоаппарату или к экшн-камере и наблюдать в него то, что вы снимаете вот на ваш видеоблог. Это оказалось очень удобно, потому что на самом деле у каждой видеокамеры есть такой дисплей, который можно развернуть на себя и смотреть в него, когда вы снимаете. Но этот дисплей очень маленький. А у многих приборов, которые могут снимать видео, например, у фотоаппаратов цифровых многих, вообще нет возможности развернуть дисплей вперед на 180 градусов. Ну, то есть на самого себя, если вы снимаете свой блог без оператора. Или я часто делаю видео про то, как я что-то паяю, делаю печатные платы, собираю какие-то устройства. И в этом случае тоже удобно, когда перед глазами стоит вот такой небольшой монитор. Он не совсем маленький, 3-дюймовый, как на видеокамере. И еще он, к тому же, не привязан к местоположению видеокамеры. Например, камера может стоять у вас сбоку со своим дисплеем, который в ней встроен. А вот этот монитор, на котором вы видите то, что вы снимаете, он может стоять непосредственно перед вашими глазами. Конечно, можно использовать для этого компьютерный монитор, компьютерный дисплей, у которого есть HDMI-вход. Сейчас много таких дисплеев. На большинстве новых компьютерных мониторов есть такой HDMI-вход. Ну, или можно использовать небольшой телевизор. Но тут есть два ограничительных момента. Во-первых, конечно, это цена. Вот цена такого мониторчика, который я заказал в Китае. Я его купил всего за 2400, за 2400 рублей. Монитор или телевизор с HDMI-входом стоит, конечно же, намного дороже, даже если где-то найти БУ. Второй момент, друзья, это, конечно, размеры. Для вот такой функции мониторинга моей видеозаписи, мне совершенно ни к чему большой экран размером, ну, даже 15 дюймов и то не нужен. 7 или 8 дюймов, это, я считаю, оптимальный размер для этого. Конечно, во многих современных видеокамерах есть функция беспроводной связи. И вот, например, со своей видеокамерой Sony PG810 я могу соединить эту видеокамеру со своим планшетом и управлять ею с планшета и видеть на планшете все, что она снимает. Но не во всех устройствах более бюджетных есть такая возможность. Получил, друзья, я посылочку. Мы сейчас с вами перенесемся в MusicBench Studio и сделаем обзорчик того, что находится внутри этой коробочки. Субтитры сделал DimaTorzok Неплохо упаковали, вот, смотрю, китайцы свой товар или на самом деле уже мой товар. Ну и, собственно, вот такой вот монитор, ничего особенного, маленький аккуратный дисплейчик. Нажал я на эту кнопочку, друзья, и она взяла туда и провалилась внутрь корпуса. Меня это слегка озадачило, а потом я вдруг вспомнил, что я читал в отзывах на Алиэкспрессе про этот мониторчик, что кто-то написал там, что все хорошо, он работает, но вот эти кнопочки, они липовые, просто как бы для красоты сделаны. Я решил разобрать этот мониторчик, поставить на место кнопочку и заодно посмотреть, что же там внутри, на чем он сделан. Как и следовало ожидать, внутри мы видим печатную плату с контроллером и матрицу, жидкокристаллическую панель. Сейчас я плату сниму и посмотрю, на какой элементной базе сделан этот контроллер. Это у нас задняя крышка, такая хорошая гаечка внутри, крепление, сам вот этот регулируемый кронштейн. Да, друзья, вот они, бутафорские кнопочки на передней панели. Они просто приклеены термоклеем или, как я называю, еще его китайскими соплями. Кнопочки здесь не несут никаких функций, но мы к ним еще, друзья, с вами вернемся. На печатной плате устройства есть незапаянные контакты. Я подозреваю, что это интерфейс под вот клавиатуру управления под эти кнопки. И при желании и необходимости можно все-таки сделать вот эти кнопочки живыми. Как оказалось, контроллер дисплея построен на распространенном реалтековском чипе RTD2660. И этот чип поддерживает управление меню с помощью кнопочек. И кроме того, этот чип легко прошивается с помощью простого внешнего программатора. И мы можем зашивать в него пользовательские программы, тем самым изменяя функционал дисплея. Вот здесь видно, что на данной плате дополнительные контакты просто не распаяны. Хотя обвесочка, видите, вот эти мелкие SMD элементы, резисторы и конденсаторы, они все установлены на плату. Собрал я дисплей, вот его стоечка или крепление. Здесь можно отрегулировать положение в небольших пределах. Можно поставить просто на стол, а можно куда-то прикрутить этот дисплей. Вот там есть отверстия крепежные. И поскольку осматривать здесь уже особо нечего, давайте приступим к испытаниям этого монитора. Самый главный его недостаток в том, что в комплект не входит адаптер питания. Но это видно и из описания лота на Алиэкспресс. Продавец мне написал, что можно применить любой адаптер на 12 вольт. В хозяйстве у меня оказался вот такой адаптер китайский, который я купил на соседнем китайском рынке за 150 рублей. По-моему, если мне не изменяет память. Здесь вот есть переключатель напряжения от 3 вольт до 12. И где-то начиная с напряжения 9 вольт дисплей у меня включился и начал работать. Но поскольку у этого адаптера достаточно неудобный вот такой универсальный провод. Видите, здесь несколько таких штыкеров. А на дисплейчике места мало для подключения. Там еще рядом HDMI разъем находится, рядом с разъемом питания. Поэтому впоследствии я этот провод, который от адаптера, я его удлиню и припаяю сюда обычный такой одинарный штекер. Кстати, вот этот маленький дисплей, мониторчик, можно подключить к любому компьютеру, к любому ноутбуку, у которого на видеокарте есть HDMI-выход. И вообще, на Алиэкспресс этот монитор позиционируется как дисплей для микрокомпьютера Raspberry Pi. Это на самом деле прекрасный, достаточно мощный миниатюрный компьютер, размером с кредитную карточку. Вот таким образом я подключил сейчас к своему ноутбуку, подключил к своему ноутбуку этот маленький дисплейчик через разъем HDMI. Вот с выхода ноутбука идет кабель и он подключен в мониторчик. И сейчас у меня запущен Sony Vegas. И я могу здесь редактировать видео какое-то. Вот, например, это один из роликов моего индийского блога. Подключив такой маленький мониторчик, можно здесь в рабочем пространстве освободить место под дорожки. Сейчас убрать вообще здесь предпросмотр. И у вас будет много места на экране. В то же время контролировать вы можете видео на внешнем дисплее. Вот одно из применений вот такого небольшого мониторчика. Дешевого. Вот видите, все прекрасно работает. Ну что ж, давайте теперь попробуем подключить наш мониторчик к видеокамере. Для начала вот к такой видеокамере SJ1000. Это китайская экшн-камера, тоже купленная на Алиэкспресс. С таким звуком она включается прикольным. И здесь есть у нее сбоку HDMI-порт. Дисплей, кстати, отключился. Если какое-то время сигнал не поступает на HDMI, то он автоматически отключается. Когда поступает видеосигнал, он его распознает и включается. Вот сейчас он включился. Видите? Я смотрю, вот все такое синее на видеокамере там. Но на самом деле у мониторчика с светопередачей все нормально. Просто видеокамера настроилась на лампы накаливания, которые освещают у меня комнату по балансу белого. Здесь надо смотреть как-то в сравнении. И чуть позже мы поставим рядом вот видеокамеру Canon, ее дисплейчик. И вот с этим дисплейчиком сравним изображение. Вот такая видеокамера Canon. Называется она Canon Legria M506. У этой камеры, конечно же, есть HDMI-вход, как и у той камеры, которая сейчас это все снимает. Вот он, HDMI-порт камеры. Если открыть дисплей, то мы получаем к нему доступ. Включаем камеру и смотрим, что все у нас тоже работает с этой камерой. Мониторчик показывает то, что видит наша камера. А вот такой красивый эффект получается, если посмотреть объективом камеры прямо в монитор, к которому она подключена. Можно куда-нибудь на заставку сделать, на ролик на какой-нибудь. Прямо-таки заменитель Adobe After Effects. Вот так выглядит одно и то же изображение на нашем мониторчике по сравнению с изображением на дисплее видеокамеры Canon. На дисплейчике видеокамеры, конечно, несколько более естественная цветопередача. Это и понятно. Совершенно другой порядок цен у этих устройств. Тем не менее, когда я вот вживую смотрю на монитор, у него такого противного синего оттенка нет. Кстати, он присутствует сейчас вот на видео и на дисплее видеокамеры Canon. Собираюсь вот я использовать этот дисплей, например, для записи того, как я что-то мастерю, паяю там или какие-то делаю обзоры чего-то. К примеру, закрепил я камеру где-то вот сбоку, передо мной стоит этот мониторчик. Я что-то записываю, что-то вам рассказываю, а для контроля смотрю на то, что происходит, что именно записывает камера. При беглом обзоре этого дисплейчика мне показалось сначала, что у него глянцевый экран. Но оказалось, что на матрице приклеена вот такая пленочка заводская. И она очень плотно прилегает, как будто вот часть экрана. Пленочку я в конце концов снял и оказалось, что дисплей у нас матовый. Давайте, друзья, посмотрим, что у нашего дисплея с углами обзора. Сейчас вот по горизонтали проверим. И я скажу, что неплохо, неплохой угол обзора. Панель, конечно, далеко не IPS, но для такого дешевого монитора это вот как бы хорошо. Ну и по вертикали. По вертикали, конечно, мы наблюдаем изменения картинки, но не катастрофично. Вот как-то даже и неплохой угол обзора у этого дисплейчика, что меня порадовало и несколько удивило. Кстати, разрешение этого монитора всего лишь 800 на 600. Но для моих целей, вот для задачи контроля, этого вполне достаточно. Он прекрасно, корректно показывает сигнал Full HD, вот как вы сейчас видите. Просто контроллер дисплея правильно масштабирует это разрешение в разрешение матрицы. Конечно же, это далеко не профессиональный дисплей для видеомониторинга и видеомонтажа. Кстати, профессиональный видеомониторный дисплей вот такого размера стоит очень дорого. Вот, например, монитор непрофессиональный, но с поддержкой 4К стоит 10 тысяч рублей. А вот такой маленький 7-дюймовый Oris стоит 170 тысяч. Поэтому, пока мы таких денег не зарабатываем с помощью видео, будем пользоваться нашим китайским с Алиэкспресс за 2400. Ссылочку на этот мониторчик, как всегда, вы найдете в описании под роликом. На этом, друзья, я и мой друг японский кот Манеки Неко с вами попрощаемся. Напомню, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить момента, когда выйдет новый ролик. Кстати, в качестве анонса в следующем видео будет третий фильм из серии про самодельный слуховой аппарат. Это будет завершающий фильм из серии про это полезное устройство. А мы благодарим всех, кто посмотрел это видео за потраченное время. Спасибо вам, друзья, огромное. До свидания. Всех благ.